Привет, ребята! Меня зовут Альберт, и сегодня мы вместе с вами продолжаем играть на проекте на XRP на сервере Восточном. И сегодня будет истинно офигительный видос, поэтому прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри этот видос от начала до конца, потому что сегодня мы сделаем много чего интересного. А первое, для затравочки, ты видел наверняка уже превью, сегодня я сделал обзор на Zenvo, который я выбил, кстати, за 49 доната. Если ты не веришь, можешь посмотреть предыдущий видос. Я сам, если честно, в шоке, поэтому обязательно посмотри. Zenvo я прокачал на Full 5, на X, на R. Также у нас еще сегодня будет Lada. Кстати, ты ее наверняка не видел, тоже сделал на нее обзор. Мне кажется, никто не делал обзор на эту Lada. Давай, наверное, я сразу покажу, чтобы было более-менее интересно. Давайте я покажу, смотри, мы с тобой набираем в поиске Lada. Смотри внимательно, вот так, Lada, Lada и Lada Ghost. Смотри, это Lada Охотников за привидением. Так, давай починим ее. И ты только посмотри, Lada Охотники за привидениями. Так, следующее, что у нас сегодня будет, это Zenvo. Zenvo. Да, Zenvo Tier S. Эта тачка тоже новенькая. Я ее также прокачал. То есть она Full 5, мы ее тоже посмотрим. Она S-класса. Кстати, Lada D-класса. А также, что я еще покажу? Мега просто интересная. Сейчас я тебе покажу. Смотри, M5, F90. M5, F10. Так, давай, 10, M5, F10. Да, вот она та самая легендарная тачка. И, да, ребята, также прокачал на X, на R максимально круто эту тачку. И сделаю также на нее обзор. Ну что, поедем по порядку. Но, кроме того, что я сделал, ну, нереальный, как бы, тюнинг на эти все тачки. Поэтому, ребят, лайкос, комментос обязательно сделайте. В общем, что я еще хотел вам показать? Да, ребята, хотел... Ну, давай, кстати, начнем. Нет, давай по очереди. Давай по очереди. Я хотел продать V-класс. Да, в прошлой серии, я выпустил прошлую серию, где мы сравнили V-классы. То есть, где я сравнил V-классы и какой V-класс себе оставить. И, да, ребята, ну, C-класс, скажу так, что действительно лично для меня она намного лучше. Но для коллекции, наверное, скорее всего, я оставлять не буду. Я очень долго думал, какую тачку оставить. И крайним было комментарий, который подписчик мне написал. Типа, Альберт, нафига тебе две, оставляй S-класса просто потому, что она дороже. Логично. Логично, логично, логично. Поэтому мы с тобой сейчас быстренько залазим сюда. Мы с тобой что делаем? Захоним во внутренний тюнинг и снимаем все их. Понимаешь? Смотри, какие детали я сейчас снимаю. Ты представляешь? Ты представляешь, что сейчас происходит? Я сдаю детали, которые стоят, я не знаю, миллионов сто, наверное, понадобилось, чтобы прокачать эту тачку. И после этого мы с тобой поедем куда? Наверное, скорее всего, в утилизацию. Наверное, скорее всего, я ее сдам для того, чтобы получить разные очки. Но это еще не все. Сегодняшний ролик будет просто мега обалденный. Сейчас мы немножко поболтаем и приступим. Потому что давай прямо сейчас я начну с этого. Да, ребята, добавили новую тачку. Вот этот Mercedes, но для него нужно 3000 каких-то очков Project G. Я не знаю, я спросил у NextRP, и они сказали то, что, не знаю, пока, типа, эту машину, не знаю, не выдают. Ну, то есть, по крайней мере, очки. Я хотел попросить очки, не знаю, машина выдадут, не выдадут для обзора. Я не знаю, было бы приятно, если мне выдали бы ее для обзора хотя бы, чтобы я вам ее показал. Также, что еще? Кстати, там BMW какую-то говорили. X7 должна была появиться, но я не знаю, пока что, видимо, ее нету. Там в Telegram-канале они писали. Также, кейсы по скидке я быстро проверю. Может, что-то интересное есть? Нет. Пока нету. Смотри, что мы с тобой делаем. Первое, что я хотел бы сделать, давай зайдем в свой фестиваль. У меня, по идее, осталось, точнее, нужно 5 прокруток для того, чтобы получить легендарочку. Поэтому, смотри, тут можно абсолютно бесплатно, заходя, играть онлайн, получать очки, за эти очки открываешь кейсы. Так, ну что, давай, наверное, с тобой пополним. Я не знаю, сколько нужно. Давай так купим. Так, это 3600. И нужно еще две. Блин, ну как-то невыгодно. Давай еще возьмем. Так, все, прекрасно. Приобрели. И давай с тобой откроем 5. Давай 6, там 6, да? 6 хватает. Так, откроем 6 кейсов. Покупаем. Точнее, не кейсов, а фестивальное колесо. Поехали, крутим. Так, 3 каких-то непонятных вещей. Миллион. Класс. 20, не так себе. Винильчик. И последний, давай с прокруткой, со звуком. Сейчас мы с тобой что-то получим. Было бы прикольно получить, конечно, X5 киллер, потому что он у меня был. Он вроде как и в салоне. Я понял. Ладно. Ладно, хорошо. Больше тогда пока этим не занимаемся. Да, ну, мне не всегда везет. Поэтому, ну, что поделать. Так вот. Ну что, давай начнем с того, что мы сдадим в утилизацию V-класс. Ну что, ребята, добрался я до утилизации. Тут меня, конечно, сразу встречают подписчики. И мы вместе с вами ищем, где находится V-класс для того, чтобы его продать. Так, заходим. Ищем. И тут у нас S-класса. Нет, подожди. Нет, нам нужен именно C-класса. Чтобы лишнее не сдать, нам нужен C-класс. Ищем. Так, там кто-то руку хочет пожать. Я не могу сейчас на данный момент пожать руку. Поэтому, как бы, ну, вот так. Давай быстренько найдем V-класс. Так, нам нужно V-класс найти. Так, где у нас? Вот он, V-класс. Мы с тобой его берем. Также будем с тобой его утилизировать. Также нужно посмотреть, какие там еще тачки у меня появились. Так, здесь у нас ничего. Здесь ничего. Кстати, вот эту хотел еще продать. Да. Надо будет тоже продать. Здесь. А, вот. 21.12 у нас. И еще, по идее, какой-то должен быть Mercedes. Давай с тобой быстренько поищем этот Мерин. Так, где-то он должен быть. Так, ищем, 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 ищем. Так, где-то должен быть Mercedes. Вот он. Mercedes AMG GTX 240. Тоже его утилизируем. Переходим к утилизации. И сдаем с тобой все эти машины. Так, утилизировать. Да. Получаем с тобой 3 миллиона, 5 тысяч валюты. И давай сразу их, ну, куда? Давай какой-нибудь инвестируем. Не знаю, сухогруз. Ну, блин, ну, сейчас опять выпадет какая-то фигня. Сейчас опять куча машин нападает. Блин, опять сейчас куча машин нападает. А мне их девать некуда. Так, ну, давай. Сколько? На 10 штук хватит? 11 даже хватит. Нет, не хватит. Так, 10 штук. Поехали. Будем быстро чикать их. Так, раз. Два. Блин, пожалуйста, лишь бы не машины. Лишь бы не машины. У меня там нету слотов. Мне слоты нужны, поэтому, пожалуйста, не забивайте мне слоты, пожалуйста. Ну, отлично. Отлично. Сегодня без тачек. Так, а нет, сегодня не без тачек. Может быть, ролик будет еще офигительней. Поэтому обязательно досматривай до конца. Так, и начнем наше приключение с того, что мы сядем с вами в ладу. Давай начнем с лады и закончим, наверное, скорее всего, бмв. Садимся в ладу и поехали. Ну, кстати, посмотрим. По внешнему виду прикольная классная тачка. Единственное, что мне не нравится вид. То есть, вид от третьего лица почему-то выглядит вот так. Я не знаю почему, но как-то это довольно-таки странновато. То есть, нужно камеру как-то сделать чуть пониже. Это первая моя претензия. Но если чуть-чуть подальше отдалить, то выглядит довольно-таки прикольно. Кстати, по салону тут есть прикольный слизь, а вон там он сидит. Кстати, в тюнинге его можно, насколько я помню, снять. Также можно сверху снять вот этот вот пылесос. Вот этот можно снять и будет тоже довольно-таки прикольный. Единственное, что вид меня немножко напрягает. А также смотрите по тюнингу. Давайте я вам покажу по тюнингу, что у нас. И смотрим. Все на иксы, все на иксы, как и подписчики просят. И поехали. Так, ну что, это D-класс. Поэтому машина люто разгоняется. Максималку я точно не проверял. Я так, чем немножко показал, покатался. Я посмотрел. И смотри, начнем с чего. Меня подписчики постоянно просят проверять бордюры. Ну вот я проверяю бордюры. Да, она бордюр. Ее почему-то, ну, подзаносят. Ну, понятное дело, прикиньте, у тебя под колесами высокий бордюр. Да, по бордюру машина не очень сильно прям любит кататься. Но, блин, мне она все равно нравится. Мне нравится не только из-за того, что это охотники за привидениями, но и также она быстрая. Она быстрая и по прямым дорогам она классно ездит. Да, единственное, что вид, конечно, вот от третьего лица, если исправить его, будет прямо 10 из 10. А так, блин, классная, офигительная тачка. Так, ну что, давай разгонимся. Посмотрим максималку. И попробуем с тобой заехать в гору. Я не знаю, почему подписчики постоянно просят. Альберт, почему ты не проверяешь гору? Сейчас проверим. 426. Обалдеть. 426 километров в час. Слушай, ну, блин, 426 это довольно-таки быстро для лады, поэтому это действительно классная тачка. Давай сейчас, что я тебе покажу. Ну, кстати, ну, особо показывать по тюнингу, я не знаю, есть ли смысл, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Есть ли смысл показывать что-то по тюнингу? Ну, ну, если он уже типа стоит или не стоит, я не знаю. Ну, ладно, давай, 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 все, сегодня покажу. Поэтому, если ты только досмотришь, выносишь до конца. Так, ну что, смотри, мы с тобой тренировку. Давай сделаем 75. Почему нет? По цвету машины я не знаю, пока оставлю белую, потому что это же охотники за привидениями, у них был фирменный белый цвет, поэтому я, наверное, оставлю белый цвет. Смотри, что мы еще сделаем? Заходим с тобой во внутренний тюнинг, а нет, во внешний тюнинг, и тут, смотри, тут можно логотип сменить ладу на обычный. Также можно смотреть, что тут можно сделать. Можно снять крышу вот это оборудование, можно, насколько я знаю, снять значок. А, вот, лада гост, кстати, вот здесь тоже написано. Это тоже довольно-таки прикольно. Багажник, смотри, можно снять дворник. А, можно снять дворник, реально. Можно снять дворник, и можно снять вот это на крыше. И материал салона, можно снять игрушку. Ну, в принципе, все. То есть номерная рамка, но это как-то стандартно, поэтому и не цена. Давай добавим на XTRP. Так, ну что, в принципе, все, что здесь по внешке, можно изменить. Ну, можно, конечно, колеса поменять, можно, конечно, ну, обычный тюнинг, в любом случае, в этой машине есть. Так, ну что, покупаем. Что купили, то купили. Занижать ее, наверное, смысла нету, потому что она и так довольно-таки низкая. Поэтому оставим ее как-то вот так. Ну что, ребята, переходим с вами ко второй машине. И вторая машина у нас сегодня Zenvo. Давайте я вам так же покажу, ребята. И, в общем, эвакуируем. Поехали. Так, ну что, ребята, извиняюсь перед подписчиками, которые хотят, чтобы я передал привет. Иногда бывает такое, то, что запись идет, ребята. Я не могу передать привет, но в видео я вам все равно передаю всем привет. Со всеми приятно видеться. И, в общем, видим с вами Zenvo. Это новая тачка. Она была в кейсе за 49 донатов. Кстати, это самый дешевый кейс, наверное, за всю историю на XTRP. И, в общем, ребята, каким-то чудом я вот недавно снимал видео, и там я выбил эту тачку за 49 донатов. Ну, конечно, я открыл там 10 или 15 кейсов, и это было просто максимально шедеврально. Давайте начнем с того, что я покажу техпаспорт, потому что также просят техпаспорт. Да, ребята, что еще просят? Единственное, что R колеса, да? Точнее, красные. Ну, ничего страшного. То есть, четвертые колеса, это ничего страшного. Они сильно погоду нам не сделают. Ну что, давайте проверим. Скажу сразу, что машина управляется немножко дубовенько. То есть, поворачивает она довольно-таки тяжело. Но разгон до 300 прямо бешеный. Бешеный разгон. Действительно, прикольно, классно выглядит тачка. Она очень необычно выглядит. И смотри, управляется, но, в принципе, привыкнуть можно. Я вот немножко с ручника даю, и довольно-таки прикольно, классно машина выглядит. Так, ну что, проверяем передний и задний привод. Все это, конечно, полный привод, в общем, у машины. И смотри, как она прыгает. Я вот не знаю, кстати, тоже, нужно ли проверять заезд в гору или нет. Смотри, давай проверим максималку. Максималка 523 км в час. Е-мое, довольно-таки много. 523 км в час, но не максимально для машины S-класса. Потому что все-таки это S-класс. Она в тюнинг на максимум X, поэтому это не самая большая максималка. Например, какая-нибудь Утара, там, который едет, там, почти 700. Или какая-то еще машина, да, была? А, была Формула-1, которая ехала, да, там, офигеть, сколько. И вроде есть какая-то Хеннесси. Я не знаю, мне подписчик сказали, что он едет 800. Но я не знаю, верить, не верить. Ну, не знаю, в общем, я не супер мастером по заезду в гору. Поэтому я не знаю, стоит ли проверять вообще вот эти всякие заезды в гору. Лично, ну, не знаю. Не знаю, конечно, я уверен почему-то, что эта машина заедет. Но давай проверим, почему нет. Давай проверим. И, ой-ой-ой, ну, здесь, я говорю, здесь еще роляет само мастерство вождения. Потому что, ну, блин, ну, вот серьезно. Здесь нужно как-то это аккуратно делать. Все это как-то вымерять, привыкать к этому всему. Типа, каждая машина, в общем, уникальна. И каждая машина со своей физикой, и, ну, блин, я не знаю. То есть, если я пару раз прокачусь здесь, то я сто процентов заеду. Но в формате видео, мне кажется, это сложновато. Но, опять же, если вам нравится, как я заезжаю в гору, то, ой-ой-ой, нет, ёлы-палы, ёлы-палы. В общем, если вам нравится, как я заезжаю в гору на машинах, то будем это с вами делать. Так, кстати, да, я еще не знаю, я показал, какой привод у Лады. Вот это, кстати, вопрос, показал ли я полный привод у Лады. Есть вам полный привод или там задний привод? О, мою. Ну, да, я уверен, что машина заедет. Потому что машина полноприводная. И мне кажется, она определенно заедет. Но для этого нужно будет... Нельзя не то, чтобы постараться. Надо будет привыкнуть к этой машине. Как я уже говорю, пару раз и заедет. Ну, не знаю. Вот опять же, не знаю. Нужно, не нужно. Не знаю. То есть, я не знаю, нужно. Потому что я не особо понимаю, то есть, хотите ли вы это видеть. То есть, когда вы напишите комментарий, я пойму, ребят. Поэтому пишите комменты. И будем с вами понимать, нужно это делать или нет. Потому что, может быть, просто это какая-то трата времени и трата ролика на какую-то пустобреднюю. Так вот, проверяем задний привод. Да, задний привод у машины. Ну, не знаю. Давай проверим. Не, ну это вообще, конечно. Она очень низкая. Ну да, Лада вообще... Нет. Лада вообще никуда не заедет. Я не знаю, каким нам будет мастерством обладать, чтобы Лада куда-то заехала. Она низкая. И, в общем, она никуда не заезжает. Ну, ладно. Поехали с вами к третьему, что я хотел сегодня показать. Это M5F10. И именно M5F10 я прокачал. И давайте я вам ее покажу. Так, спавним. И, в общем, я пока оставлю белый цвет, потому что мне она нравится в белом цвете. Так, включаем фары. И показываю вам техпаспорт. Машины S-класса. Задний привод. И тут все на X на R, как и нужно. Ну, наверх, я не знаю. Наверное. В принципе, за счет мощи, может быть... Нет. Нет. Все-таки горы, наверное, скорее всего, покоряются только тем машинам, которые передние... Точнее, полноприводные. Либо переднеприводные. Так, ну что. Давайте проверим. Проверим максималку. Разгон дикий у машины управляется замечательно. То есть, действительно, ну, настоящая классная тачка. Мне она нравится, поэтому определенно она 10. Кстати, оценку давай подведем в конце. Смотри. Ты видал какой разгон? Разгон дикий. Я еще не использую. Там люди какие-то используют баги, хренаги. Я это не знаю. Я это никому не советую использовать, потому что, ну, не знаю. А это нужно вообще советовать или нет? Я не знаю. Вообще, я не знаю, является ли багом то, что человек просто быстро нажимает вперед? Я не знаю. Так, ну что. В общем. Машина заднеприводная. Гоняет вообще просто обалденски. Управляется обалденски. Я ее чуть-чуть подзанизил, поставил подвесочку. И по внешке в этой машине ничего не ставится, кроме, насколько я знаю, вот этого. Смотри, глушаки ставятся побольше. То есть, они сейчас, видишь, огромные. Они маленькие изначально идут. И, насколько я знаю, спойлер ставится. Ну, и номерную рамку я тоже поставил. Так, ну что. Бам! Мариков разгон. Это просто, просто жму вперед. Ой, е-мое, что там происходит. Да, ребят, очень классная тачка. То есть, ее я прямо сейчас могу оценить на 10 из 10. И максималку 493. 4, ну, можно сказать, 494 км в час. Да, это, конечно, прикольно. 494 км в час. Плавные тормоза. Хорошо управляется. Все нравится. Она иногда даже дрифтит, если ты, ну, умеешь управлять машинами. То есть, действительно, машина, ну, кайф. То есть, это прям повседневная тачка, на которой можно каждый день кататься. Ну что, ребят, оцениваю Zenvo на 7 из 10. Ну, по причине того, что какой-то, ну, как бы разгон классный до 300. Потом она едет очень медленно. Управляется она. Не сказать, что прямо хорошо. Она, можно сказать, немножко дубовый, не поворачивает. Но, знаешь, владельцы Bugatti меня поймут. Ну, именно в Nextrp. И, в общем, что еще? Лада, да ладно, 10 из 10. Не знаю, 50 из 10. Потому что прикольно классная тачка. Да, она не по горам. Она просто классно офигительно выглядит. И для коллекции она очень классная. И так как она D-класса, он едет, ну, довольно-таки, нифига себе. То есть, он едет практически за 50 км. Разница, представляешь, с B-хай. Это вообще, это просто S-класс и D-класс. Это очень классно. Также, что я еще хотел показать? Здесь я все показал, все, что хотел. Вроде когда тут какой-то Иш Азимов, какой-то набор, 15 карточек. Не, ну, я не знаю. Я оружки особо не люблю собирать. Но тоже вот недавно я думал, типа, о том, чтобы снять прокачку оружки. Потому что у меня очень много там накопилось этих, как они правильно называются? Сохранялки уровня, да? Или как они там называются? Не сохранялки уровня, какой-то там более. Защитка, вот. У меня там накопилось очень много защиток и очень много этих инструментов. И, может быть, я попробую прокачать. У меня есть, смотри. У меня есть любимые оружки. Мне нравится, конечно же, Иш. Жидкий металл у меня есть вот такой. И вот это винторез куб. Он мне тоже нравится. Также, что еще, ребята? Хотел вам показать то, что недавно. Вот сейчас уже начинается хэллоуинский ивент. Точнее, уже идет хэллоуинский ивент. И там добавили вот такую новую оружку. А именно палка с гвоздями. С таким хэллоуинским красивым раскрасом. В общем, палка с гвоздем. Да, ребят, я ее тоже забыл показать. Но она круто, классно смотрится. В общем, тоже ее можно легко выбить, легко получить. Абсолютно бесплатно. Это прикольно. Так, что еще? Не знаю, давай, чтобы прям добить серию максимально красиво. Давай зайдем с тобой в F4. Я не знаю, пока вот эту тачку я собрать не могу. Поэтому давай. Что? Кейсы. Какие тут есть? Заряженный. Римак. Ну, римак у меня есть. Правительство. Ну, давай, наверное, донат тогда оставим на следующей серии, наверное. Потому что наверняка, что новый выйдет. Что-то прям легендарное. И надо будет приобрести. Остальное вроде как я все, что хотел, все показал. Ну да. X-PAS я проходить пока. Этот, наверное, скорее всего не буду. А предыдущий я проходил. Наверное, скажи, подождем. Следующий X-PAS. Ну, и в принципе, наверное, все. Тогда. Я также показывал, все остальное, все показывал. Нифига. 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 Подожди. С-класса. Едить. А давай ее купим. Ха. А давай ее купим. Бамс. Отлично. Так, купили с тобой набор тень. М вон тот. Ну, кстати, такая у меня была машина. Поэтому я ее не буду покупать. Так, а что там еще шло? А, какой-то кейс весомый. Подожди. Так, кейс весомый. Поехали. Ага, винил. Хорошо. Так, М5. Нифига себе. М5. Слушай, ну что-то новенькое. М5 Е60. Так, Николай Коноплев. Привет. Так, и в общем, покупаем с тобой М5 Е60. И вообще, вроде как... Привет. Вообще, машина вроде как старая. Ничего, как бы, особенного я в ней такого прям не вижу. Может быть, она реально... Нет, ладно, давай на следующей серии уже оставим. И следующей серии я ее потюню и посмотрю. Это S-класс. Это прикольно. Ну, блин, ну не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а может быть и клево. А она полноприводная. Слушай, давай на следующей серии тогда оставим. Довольно-таки прикольно выглядит. Я помню тоже такая машина у меня была, но она была... Не знаю, C-класс или D-класса, она мне точно была. Но это было когда? Наверное, в году 20-м. А это что-то прямо S-класс. Что-то я ее прям пропустил. Ладно, все. Давай тогда остальное на следующей серии оставим. Все, хорошего тебе дня. Часть, здоровья, любви. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok